О ситуации на Украине моя коллега Евелина Закамская поговорила со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, и мы предлагаем вашему вниманию их беседу. Сергей Евгеньевич, спасибо, что нашли время сегодня для нас. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Евгеньевич, депутаты Государственной Думы сейчас регулярно выезжают в Крым для изучения обстановки. Вот как систематизируется их работа и каким выводом они приходят на местах? Рассказывают ли они вам о своих впечатлениях? Да, действительно, мы приняли такое решение и командировали депутатов в конце прошлой недели в Крым. Наши коллеги посетили и Симферополь, и Севастополь, и ряд других населенных пунктов города Крыма. Встречались полуострова Крыма, встречались и с представителями власти, и общественных организаций, политических партий, да и просто с гражданами. На улицах, в общественных местах, в больших магазинах, вот с тем, чтобы своими глазами посмотреть и самим сделать выводы и анализ той ситуации, которая складывается в Крыму и на Украине в целом. Депутаты докладывают здесь и на Совете Государственной Думы, и дискуссия разворачивается на пленарном заседании Палаты. И вот, как вы знаете, по результатам такой работы в Совете Государственной Думы в субботу принял два документа. Первое – заявление Государственной Думы, ну и второе – обращение к президенту Государственной Думы о содействии в восстановлении мира и спокойствия в Крыму и в юго-восточных регионах Украины. И с предложением использовать все имеющиеся ресурсы для защиты граждан, русскоязычного населения, наших соотечественников, наших военных и вообще мирного населения Крыма. – Ставилась ли перед депутатами задача всесторонне изучить ситуацию в Крыму? Потому что кроме русскоязычного населения, как мы знаем, в Крыму проживает еще множество национальностей, множество народов, в частности, крымские татары. Общались ли депутаты Государственной Думы с ними? И каким выводом тоже приходят сейчас? – Безусловно, наши депутаты встречались, беседовали не только с представителями русскоязычной части населения Крыма, но и со всеми гражданами Крыма, в том числе и с представителями татарского населения. Поэтому, конечно, анализ такой должен быть всесторонний, в том числе, который учитывал бы и взаимоотношения представителей разных национальностей, которые проживают в Крыму. – Когда Совет Государственной Думы готовил обращение к президенту, все-таки что вы подразумевали под всеми мерами, содействующими стабилизацией и налаживанию порядка ситуации в Крыму? Что все-таки первоочередное, на ваш взгляд? – Мы имели в виду все возможные меры, ресурсы, которые предусмотрены и российским законодательством, но и которые находятся в рамках международного права. – Ну, когда депутаты приезжают, они говорят, чего там больше всего не хватает сейчас в Крыму? Российских военных или российской гуманитарной помощи, например? Медикаментов, еды, продовольствия, одежды? – Может быть, так, того не другого, а больше всего, может быть, не хватало такой вот поддержки, такой моральной поддержки. Ну, и, безусловно, ситуация в целом, социально-экономическая ситуация на Украине тяжелая. Крым здесь не исключение, поэтому, конечно, население нуждается и в мерах такой экономической, гуманитарной помощи. В том числе и депутаты проявили инициативу и вместе с крымскими коллегами открыли фонд, фонд помощи, поддержки. Буквально в пятницу, вернувшись, наши коллеги, в том числе, перечислили деньги для того, чтобы этот фонд пополнялся, чтобы из него оказывалась помощь. – По данным Федеральной миграционной службы, сейчас на территории России находятся 145 тысяч граждан Украины. Это люди, которые не проживают здесь постоянно, это люди, которые выехали в Россию за последние две недели. То есть, это люди в пограничном статусе беженцев, и, может быть, им такой статус потребует, статус беженцев, переселенцев. Как будет Госдума поддерживать их, потому что здесь потребуются какие-то законодательные инициативы, наверное? – Да, цифры примерно такие, потому что это цифры Федеральной миграционной службы, ни Совет Федерации, ни Государственная Дума не имеют полномочий, да и у нас нет инфраструктуры, чтобы вести такой учет. Поэтому, так сказать, это такая официальная статистика, 143-145 тысяч человек – это уже много. Много, и, конечно, их поддержка будет оказана, поддержка и в плане шилья, возможно, в плане трудоустройства. Ну и такая гуманитарная помощь, конечно, им потребуется. И эта помощь будет оказана и приграничными регионами, где в основном сосредоточены вот эти беженцы. Ну и не только органами власти, но, как мне представляется, но и общественными организациями, потому что, конечно, наши граждане, россияне, очень озабочены ситуацией на Украине в целом, конечно, они сопереживают, сочувствуют. По данным в целом, 75% россиян очень активно следят за тем, что происходит на Украине, в Крыму. Конечно, вот эта вот ситуация с гражданами Украины, которые переходят на наши территории в качестве вот таких беженцев тоже их волнует. И поэтому я говорю, что мы рассчитываем и на помощь общественных организаций, а не просто наших граждан. Но здесь нужно вспомнить, что по соглашению между Россией и Украиной в течение 90 дней, по-моему, граждане Украины, как граждане России, могут находиться на территории наших стран без регистрации. А потом им потребуется некая законодательная поддержка, некая правовая поддержка. И здесь встает, как мне кажется, некий такой идеологический выбор. Потому что, с одной стороны, Госдума в последнее время активно обсуждает возможность предоставления упрощенного гражданства, по упрощенной схеме гражданства гражданам Украины. С другой стороны, если перед Россией не стоит задача забрать оттуда всех русских с Украины, то, значит, им нужно предоставить некий временный статус. И как здесь будет приниматься решение? Как здесь сохранить этот баланс? Закон, по-моему, принят, если мне не изменяет память, в 1993 году закон о бешенцах. Он действующий. У него вносились поправки, в том числе и в прошлом году. Но, повторяю, он действующий. И как раз одна из норм регулирует время пребывания на территории Российской Федерации граждан, которые получают статус беженца. Но в вашем вопросе еще и прозвучала тема внесения изменений в вопрос о гражданстве, о приобретении гражданства. Действительно, неделю назад в Государственную Думу был внесен один из законопроектов, которые предполагают либерализацию, упрощение процедуры получения российского гражданства, российского паспорта, упрощение за счет сокращения пакета документов и продолжительности процедуры. Стало быть, общего срока, когда Российская Федерация предоставляет это гражданство. Вот. Знаю, что правительство также готовит свой законопроект, который мы ожидаем. В ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. Но будем внимательно смотреть и на один, и на правительственные, и, может быть, еще на другие, которые поступят каждый субъект права. Законодательные инициативы имеют право внести законопроект. Но Думу будет внимательно рассматривать. Ну, а на Ваш взгляд, какой срок предоставления гражданства в этой ситуации был бы оптимальным, если сейчас у нас действует норма, по которой человек должен жить 5 лет непрерывно на территории России? В законопроекте, который обсуждался всю последнюю неделю, звучало предложение полгода. На Ваш взгляд, может быть, нужно быстрее сделать это? Ну, конечно, по сравнению с 5 годами, конечно, необходимо существенное сокращение этого срока. Думаю, что полгода, наверное, это уже реальность. Вот эта упрощенная схема может распространяться только на тех людей, которые только что выехали с территории Украины в последние месяцы, или только с территории Крыма? Мы будем все-таки внимательно рассматривать законодательные инициативы. Сергей Евгеньевич, еще один вопрос, связанный с беженцами, переселенцами, или с теми, кто в эти дни, в эти месяцы будет уезжать с территории Украины. Очевидно, что даже та цифра, которая есть сегодня, 145 тысяч, это число, которое не в состоянии будут переварить региональные бюджеты и региональные власти своими силами. Мы уже сказали о том, что люди выезжают в основном в приграничные районы, в Белгородскую область, выезжают в Краснодарский край, но, возможно, здесь потребуется федеральная экономическая поддержка для этих людей и для регионов, которые готовы принимать у себя людей. Очевидно, что правительство в случае необходимости будет вносить изменения в закон о бюджете на текущий год. Депутаты рассмотрят, и, я думаю, мы будем поддерживать. Сергей Евгеньевич, еще один вопрос, касающийся уже непосредственно ситуации в Крыму. Очень часто из уст парламентарий, которые побывали на Украине, побывали в Крыму и приезжают сегодня, приходится часто слышать, что то решение, то право, которое предоставил Совет Федерации президенту о возможности использования вооруженных сил на территории Украины, это жест, который, с одной стороны, поможет вернуть часть русского мира, поможет, положит конец американской гегемонии, ну и такие политические лозунги, и вернет Крым в русло евразийской интеграции. Вот здесь сразу возникает множество вопросов, ведь Крым ни о чем подобном нас не просил на данном этапе. Речь идет только о поддержке для проведения референдума о статусе Республики Крым. Ну, вы право сказали, что это некие политические лозунги, потом не надо бояться термина «русский мир», тем более, что он же не юридический этот термин, это, я бы сказал, больше термин такой духовно-исторический, и он не связан, так сказать, с границами Российской Федерации, поэтому, повторяю, не нужно бояться в этом термине, нет никакой гегемонии, это первое. И второе, мы всегда стояли за то, что сам украинский народ, народ братской для нас страны, должен всегда делать свой выбор самостоятельно, без вмешательства извне. После того, как этот выбор будет сделан, как сделать так, как дать понять крымской общественности, как дать понять международной общественности, что на этом интересы России заканчиваются, и Россия не претендует ни на автономию, ни на суверенитет ни Украины, ни Республики Крым? Мы всегда уважали и будем уважать любой выбор, который сделает народ братской для нас страны. Скажите, представители новой власти в Киеве, как и сейчас называют, самопровозглашенной власти в Киеве, выходили ли на связь с вами, пытаются ли они сегодня вести политический диалог в Москве? Знаете, большая проблема, на мой взгляд, для Украины сейчас легитимность власти, которая ставится под сомнение. Вопрос легитимности крайне важный, и он играет огромнейшее значение для существования и для функционирования государства. Здесь можно приводить, знаете, самые разные исторические параллели мне в голову приходит. В период нашей российской истории, начало 17 века, так называемое смутное время, причина того, что произошло в России тогда, в начале 17 века, главная причина состоит в том, что была утрачена легитимность власти. И пошли там один лжедмитрий, второй лжедмитрий, еще, так сказать, прецеденты на правление государства. И только тогда, когда легитимность власти была восстановлена, в 13-м году, сошествием на престол первого из демостей Михаила Романова, тогда государство застабилизировалось и продолжило свое развитие. Поэтому это коренной вопрос сейчас для Украины. Россия сейчас, тем не менее, приходится держать серьезный удар со стороны международной общественности, часть которой уже признала новую власть в Киеве легитимной. И мы видим уже целый ряд шагов со стороны западных партнеров, я имею в виду приостановку участия в клубе G8, я имею в виду ряд резких заявлений. На Ваш взгляд, есть ли сегодня возможности для выстраивания политического диалога и перевода вот той жесткой конфронтации дипломатической все-таки в конструктивное русло? Первое мое принципиальное замечание состоит в том, что легитимность власти любого государства, я сейчас даже не в Украине говорю, любого государства, состоит в соответствии власти, ее избрания или назначения, если речь идет об исполнительной власти, в соответствии с конституцией или законами этого государства. А не в попытках искать эту легитимность где-то за пределами этой страны. На Ваш взгляд, насколько правомерным и целесообразным было бы сейчас участие международных организаций в расследовании ситуации в Крыму? Мы знаем, что из последних разговоров президента России с рядом лидеров западных стран такие договоренности обсуждаются, такие возможности обсуждаются. Насколько Россия здесь может быть открыта или содействовать, наоборот, тому, чтобы ситуация была справедливо расследована, все факты были установлены в Крыму? Мы заинтересованы в том, чтобы мировая общественность узнала правду о событиях, которые происходят и на Украине, и в Крыму. И в этой связи заинтересованы, конечно, в том, чтобы независимые эксперты провели свой анализ и всему миру показали истинное положение дела. Так же, как мы были заинтересованы, вы помните, после августа 2008 года, когда под нажимом таких сильных западных держав, мы просто были подвергнуты резкой критике за якобы, так сказать, это Россия развязала военные действия в Южной Осетии. И потребовалось время, и мы были заинтересованы в том, чтобы отработала тщательно вот эта комиссия, установила, фактически установила, что нет, что это грозинские войска напали на спящую, поскольку это было ночью, да, на спящий город, на спящий цхинвал, вот, и, ну, и мир постепенно стал узнавать правду о тех событиях. Поэтому и вот в этой ситуации мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы правда и информация об истинных событиях, об истинном положении вещей стала доступна общественности, Европе и мира. Как на сегодняшний день можно этому способствовать и какие международные организации, ну, вот так, на ваш взгляд, могли бы здесь сыграть вот эту роль важную? Я думаю, что здесь могли бы в этой работе принять участие в том числе и эксперты из СНГ, поскольку и Украина, и Россия являются сейчас членом Содружества независимых государств, а, напомню, что Украина сегодня председательствует в СНГ, но можно привлекать и европейские международные организации. Скорее всего, это в большей степени устроит европейские организации, наверняка это будет ОСП, ОБСЕ и Европейский совет по правам человека. То есть здесь Россия будет в этом смысле только способствовать и всячески приветствовать участие европейских, независимых европейских экспертов. Я же, со своей стороны, принял решение о создании рабочей группы предпредседателя Государственной Думы, в задаче которой ставится анализ легитимности юридически-законодательной процедуры и принимаемых решений. И в эту рабочую группу будут включены депутаты Государственной Думы, независимые эксперты, правоведы и представители общественной палаты. Такой анализ нужен нам для того, чтобы понимать последствия принимаемых на Украине решений, как для наших соотечественников, так и для всего комплекса российско-украинских отношений. Кроме того, я поручил обратиться и в так называемую Венецианскую комиссию, обратиться по вопросу о легитимности правовой законотворческой процедуры. Еще один важный вопрос. Назрел он буквально накануне. Часть общественности Донецка сейчас выступает за проведение собственного референдума о статусе Донбасса. Вот здесь Россия может поддержать подобный референдум? И на каком основании? Это, конечно, проведение референдума как в Крыму, так и в любом другом регионе Украины. Это дело населения избирателей этого региона. Мы со своей стороны, я думаю, мы поддержим любую демократическую процедуру, которая будет способствовать возвращению Украины в правовое, в конституционное поле. Как Вы оцениваете риски международной изоляции России, о которых нас уже предупредили целый ряд наших западных партнеров, в частности, госсекретарь Джон Керри и другие лица, сказали, что пойдут в изоляции России до конца? Вот на Ваш взгляд, что стоит в этом понимании конца и какую позицию здесь занять Россию? Ну, первое, это, безусловно, недальновидные призывы, потому что они ведут не к разрешению конфликтной ситуации, кризиса, а к эскалации кризиса. Это первое. А второе, некоторые заявления, ну, просто вызывают, да даже уже не улыбку, да, когда, значит, такие политические руководители заявляют о том, что Россия якобы ведет себя по правилам не 21-го, а 19-го века, когда совершает агрессию под надуманным предлогом. Я, здесь сразу вспоминается, значит, пробирка, который один известный политик тряс на площадке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, после чего последовала агрессия сотнями тысяч жизней граждан Ирака. И за это никто не понес ответственности. Никакой. И все-таки наши риски оказаться в международной изоляции готовы к этому российскому? Самое главное право человека – это право на жизнь. И поэтому жизни людей нам дороже всего. У меня тогда последний вопрос. Три дня назад, в субботу, когда Совет Федерации принимал решение о разрешении президенту использовать вооруженные силы на территории Украины, было ощущение, что война начнется завтра. И как бы мы это ни называли, ограниченный контингент, операция или еще что-то, но все равно было ощущение, что это война. Сегодня постепенно первые эмоции сходят, и складывается ощущение, что все-таки можно развернуть ситуацию в дипломатическое русло, вернуть, посадить людей за стол переговоров. Вот как вам кажется, в какой момент это должно произойти, кто первым сядет за стол? Или вы все-таки видите, Леонид Войневич? Я, так же, как и мои коллеги, от слова «война» даже произносить не хочу. Может быть, у вас это возникло такое первое ощущение. Хотя принятое Советом Федерации решение просто дает пока право. Этим правом можно воспользоваться в случае, если будет необходимость. А пока необходимости нет. Поэтому, прошу вас, не нагнетайте ситуацию. Поэтому вы видите возможности для диалога, для дипломатического диалога. И вы делаете на него ставку в большей степени, нежели на ввод войск и использование вооруженных сил. Я благодарю вас за это интервью. Спасибо. 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 Спасибо.